В прошлом видео мы бросали под углом некий объект, вычисляя горизонтальную и вертикальную компоненты для скорости перемещения. Мы использовали вертикальную компоненту, чтобы выяснить, сколько времени данный объект будет находиться в воздухе, и использовали время, чтобы вычислить дальность перемещения для объекта при постоянной горизонтальной скорости перемещения. Что я буду делать сейчас? Я решу заново часть этой задачи, вычислю время нахождения объекта в воздухе и проделаю это немного более сложным способом, чем я делал в прошлом видео. Это более эффективный способ, и мы увидим, что он более удобен для использования в дальнейшем. Ранее, чтобы вычислить время нахождения объекта в воздухе, мы поступали так. Вот движение начинается и заканчивается на одном и том же уровне, вне зависимости от вертикальной скорости перемещения вверх, и у нас будет такая же величина скорости перемещения, так как она будет двигаться вниз. Мы использовали это рассуждение, чтобы вычислить приращение скорости перемещения, затем учитывали приращение скорости перемещения, а также постоянное ускорение под воздействием силы гравитации на объект свободного падения, чтобы вычислить нахождение в воздухе, и всё это было просто с математической точки зрения. Сейчас выведем формулу, полезную в физике, но я бы хотел всегда её выводить с нуля, и это именно то, что я буду делать сейчас. Кстати, вы уже видели, как я раньше выводил эту формулу. Чтобы начать, нам нужно вспомнить, что вертикальная скорость перемещения, которую мы вычислили в нашем прошлом видео, равнялась 5 м в секунду, и, зная вертикальную скорость перемещения, давайте вычислим, как долго этот объект будет оставаться в воздухе. Наша вертикальная скорость перемещения в направлении у равна 5 м в секунду. Напоминаю, что если мы рассматриваем векторы в одном измерении, а сейчас это именно одно измерение, то мы знаем, что это у направление. Плюс означает вверх, минус означает вниз, когда мы работаем с вертикальным направлением. Когда мы работаем с горизонтальным направлением, плюс значит вправо, минус влево. Мы проделали это, чтобы убедиться в том, что допущение в силе. Теперь вычислим, сколько времени предмет находится в воздухе. И мы всегда можем напомнить себе, что перемещение, и всё, о чём мы сейчас говорим, на самом деле будет действовать только для одного измерения. Перемещение равно средней скорости перемещения умножить на приращение времени. А чему равна средняя скорость перемещения? Если предположить постоянное ускорение, она равна конечной скорости перемещения плюс начальная скорость перемещения. Напишу по-другому, поаккуратнее. Это начальная плюс конечная скорость перемещения, делённая на 2, то есть буквально средняя арифметическая начальной и конечной скорости перемещения, и мы умножим это на приращение времени. Теперь, чему же будет равна конечная скорость перемещения? Конечная скорость перемещения, вот тут, то же самое, что и начальная скорость перемещения. Начальная скорость перемещения плюс ускорение, умноженное на прошедшее время. Вот это конечная скорость перемещения. Теперь давайте подставим её обратно вот сюда. И что же получаем? Мы получаем начальную скорость, наша средняя скорость и есть начальная, плюс конечная скорость вот здесь, так что это начальная скорость перемещения плюс ускорение умножить на количество прошедшего времени. Всё это делится на 2, и всё это умножается на количество прошедшего времени. Это всё перемещение. И эта часть вот тут, её розовым, у нас есть две начальные скорости перемещения, обозначенные как Vi, и это можно упростить до 2Vi. То есть дважды начальную скорость перемещения. Получается выражение. 2 умножить на начальную скорость перемещения и поделить на 2. Это будет начальная скорость. Тогда я умножаю полученное на прошедшее время, прибавляю ускорение, умноженное на время. Ускорение, умноженное на количество прошедшего времени. Делю на 2. Всё выражение вместе умножается на количество прошедшего времени. И это общее передвижение. Мы почти закончили. Если вам нужно сдавать экзамен по физике при ограниченном времени, вполне нормально не выводить формулу каждый раз. Но я хотел бы подчеркнуть, что вы должны понимать. Эти формулы возникают из принципов самого что ни на есть обыкновенного здравого смысла. Вы должны уметь их выводить. Но если вы их выучите наизусть, пригодится при сдаче экзамена за ограниченное время. Теперь, если я умножу Δt, общее перемещение будет равно начальной скорости перемещения умножить на приращение времени плюс ускорение делить на 2. Вот наше ускорение. Делим на 2. Δt умножить на Δt. Напоминаю, Δ просто значит приращение времени. Этот треугольник просто означает приращение времени. Приращение времени умножить на приращение времени равно приращение времени в квадрате. Это выражение может встретиться в некоторых учебниках, по физике или на занятиях, где вам просто дадут формулу. А я хотел бы показать вам, что она выводится из очень простых принципов, начиная с того, что перемещение — это средняя скорость умножить на время. Что такое средняя скорость перемещения? Что конечная скорость — это всего лишь начальная скорость плюс ускорение умножить на время, и вы видите это выражение тут. Я проделал всё это, чтобы выяснить, сколько времени объект будет находиться в воздухе. Как именно мы будем решать данную конкретную задачу? Мы знаем начальную скорость перемещения, вертикальную компоненту. Поскольку мы имеем дело именно с вертикальной компонентой тут и знаем начальную скорость, ускорение под действием гравитации нужно найти, чему будет равно перемещение. Возможно, понять это будет нелегко, но станет легче, когда перемещение равно нулю, а оно будет равняться нулю два раза. В момент, когда мы запускаем объект, ровно в нулевой момент времени перемещение будет равно нулю. Затем объект запускается и возвращается обратно на Землю, и в момент, когда он снова на Земле, перемещение будет снова равно нулю. Так что если мы мыслим перемещение равным нулю, у нас должно быть два ответа. И один из них и должен иметь ненулевой компонент времени. Один может быть равным нулю, а второй не будет нулевым. И именно последний нас должен интересовать, потому что именно во второй раз объект коснулся Земли. Давайте рассмотрим это рассуждение на практике. Итак, перемещение будет равно нулю, и нуль эквивалентен начальной скорости в 5 м в секунду вверх. Не буду писать единицы измерения из соображения экономии места. 5 м в секунду вверх умножить на приращение времени плюс… Какое у нас ускорение? Мы договорились, что если нечто, вектор в одном измерении, направляется вниз в одном измерении, то его величина отрицательная. Таким образом, ускорение равно минус 9 целых на метр в секунду в квадрате. Это делится на 2. И получается… Давайте я напишу это здесь. Получается минус 9,8 м в секунду в квадрате. Не пишу единицы измерения только для простоты, чтобы мы не занимали место. Умножить обе части уравнения на дельта t в квадрате. К счастью, уравнение довольно простое, и нам не нужно прибегать к разложению на множители. Или мы будем отчасти использовать его, но не будем прибегать к квадратичной формуле, или к чему-то такому, чтобы решить это уравнение. Прямо здесь мы можем вынести за скобки дельта t, и получим, что 0 равен дельта t умножить на 5 минус 9,8 поделить на 4,2 равен 4,9. И если вынести дельту t из дельта t в квадрате, остается еще одна дельта t. Итак, есть два решения, два способа получить ответ. Это дельта t равна нулю, или же это наша исходная точка рассуждений. Нас интересует не время, если оно даже не успело пройти. Или все вычисления могли привести к нулю. Когда у нас два выражения, и мы их умножаем, и результат равен нулю, это означает, что либо один из них, либо оба равны нулю. Итак, у нас есть 5 минус 4,9 умноженное на дельту t, и это выражение равно нулю. Мы можем добавить к каждой из частей уравнения 4,9 умноженное на дельту t, и получаем, что 5 равно 4,9 дельта t. Замечательно. Затем мы делим обе части на 4,9, чтобы найти прошедшее время. Тогда дельта t равна 5 поделить на 4,9, что равно 1,02 секунды. И опять… Давайте проверим на калькуляторе. Итак, делим 5 на 4,9. Получается 1,02 секунды. И опять мы получили тот же самый ответ, что и в предыдущей задаче. Мы просто использовали другой способ, и это одно из увлекательных свойств физики. Пока вы совершаете логические, последовательные и правильные действия, существует много способов получить ответ, но ответ этот должен быть один и тот же. В противном случае вы ошиблись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...